Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У меня есть парочка знакомых испанцев, которые побывали в России зимой. И когда я их спрашиваю о самом ярком кулинарном впечатлении, они, не сговариваясь, взахлёб рассказывают про сало. Говорят, у вас в России mucho frío, то есть очень холодно. Но когда употребляешь солёный жир на чёрном хлебе с чесноком и пьёшь водку, уже тепло. Их угощали самыми разными вариантами, но, я спрашивал, варёного сала они не пробовали. На самом деле, такой горячий посол звучит, варка сала, достаточно странно, но по сути это варка есть, варка в горячем рассоле. Для чего его вообще варить? Дело в том, что сало с разных частей свиной туши, разное по консистенции. Хребтовое, самое тугоплавкое, ну и самое толстое, как правило. Сбоку, на ребрах, оно менее тугоплавкое, имеет больше количества прожилок, вообще классное такое, кому нравится. На пузе оно совсем легкоплавкое, местных прожилок там ещё больше, оно потоньше размером, но при этом вот это пузанина, сало, там большое количество плёнок присутствует, достаточно жёстких. И при обычном посоле они так и остаются жёсткими, такое сало не прожуёшь. Так вот, если вам хочется сало с большим количеством местных прожилок, но при этом очень мягкая, варка – ваш метод посола. Перечень кредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика прочитайте. Вот у меня кусок прям-таки с огромным количеством мясных прожилок, смотрите. Вот эта сторона – это ещё бок, здесь были ребра, я их срезал, а вот эта часть – это пузо. Здесь как раз те самые плёнки, про которые я говорил. И сало будет вкуснее, если вы выберете опалённое соломой, тогда у него классный аромат получается. И животное не должно быть старым. На мой вкус идеальный возраст – 15 месяцев. Разделю его на кусочки, на удобные. Итак, сначала разберёмся сваркой в луковой шелухе. Я её уже промыл, так что остаётся залить водой, добавить каменную соль, коричневый сахар, душистый перец, лавровый лист и тмин. Надо быстро довести до кипения, убавить огонь и проварить минут 5-10 для того, чтобы аромат пряностей ушёл в рассол. После того, как закипел, убавляем до совсем слабого. И если мясных прожилок у вас совсем мало, то количество соли можно немного увеличить, ну, процентов на 10-20, не больше. Для второго и третьего варианта варить надо совершенно одинаково, поэтому буду делать это в одной кастрюле. Достаточно просто довести до кипения и дождаться растворения соли. Касательно пропорций ситуация такая же. Если мясных прожилок мало, количество соли увеличим на 10-15%. В луковый рассол уже можно отправлять куски. Теперь надо дождаться закипания, убавить огонь до совсем слабого кипения, чтобы поверхность слегка так волновалась, без пузырьков. Вот так вот. И затем варить 20-25 минут. Если прожилок мясных совсем много, то даже 30 минут варим. А если их почти нет, то и 15-20 минут хватит. Что тут с солью? Он створилось. Значит, и сюда отправляем куски. Также довожу до кипения, убавляя огонь до совсем слабого и варю в этом случае 30 минут. И пока отрублю чеснока для одного из вариантов. А перец надо крупно раздробить. Только не используйте покупной молотый. В нем горечь есть, а аромата совсем нет. У меня сразу два разных перца. Обычный черный и перец кубебы из магазина «Ем колбаски», за что Павлу отдельное спасибо. Остается смешать чеснок, соль, перец и состав для натирания готов. У перца кубебы, кстати, почти нет горечи, но есть такой яркий ментоловый вкус. В результате смесь очень вкусная получается. Ждем окончания варки. Такая в луковой шелухе варка закончилась. Просто выключаю нагрев и оставлю сало вот в этом рассоле на сутки. Надо остывать, просаливаться. Придавлю блюдцем, чтобы из рассола не усовывалось ничего. И это сало проварилось. Так, у меня здесь четыре куска, по два для каждого варианта. Парочку прям в горячем виде натираю смесь, которую я готовил полчаса назад, а парочка пока пусть остывает. Просто на крюки насажу и все. Сало надо натирать этой ароматной смесью прям в горячем состоянии. Так лучше вкус и ароматы внутрь проникнут. Так, ну, этот вариант готов. Вернее, он, конечно, не готов, но все нужные процедуры я проделал. Теперь просто заверну в пергамент. Потом в фольгу и при комнате альтуре оставлю пропитываться ароматами на сутки. Отлично. А первую парочку, после того как подсохнет и остынет, отправлю коптиться. Коптить буду при помощи дымогенератора своего пассивного типа. Опилки буковые. Еще дубовые хорошо подходят, а вот фруктовые мне не нравятся. На мой взгляд, они лучше к курице подходят. Коптиться сало будет примерно 12-18 часов при температуре 35-45 градусов. Я свою коптиль уже настроил. Это вот целевая температура. А эта, которая сейчас. Сейчас поднимется. Она самодельная, и как я ее изготавливал, можете посмотреть в отдельном ролике. Ссылочка в углу, и в описании ролика тоже повешу. Коптить можно и холодным дымом, просто время тогда придется скорректировать. Оно, конечно, зависит еще и от плотности дыма, но горячее копчение проходит быстрее. При этом очень горячим дымом при температуре выше 50 градусов я бы не советовал коптить, потому что сало тогда от высокой температуры очень сильно потечет. Продолжаем разговор. Итак, это сало пролежало всю ночь при комнатной температуре. Вот это простояло в луковом рассоле всю ночь, а это прокоптилось всю вчерашнюю половину дня и всю ночь. Настало время завершать танцы с бубнами. Понадлась, опять же, чеснок и сегодня только черный перец. Перец кубеба сегодня не нужен. Просто и у копченого сала, и у сала луковой шелухи своих ароматов достаточно, поэтому без кубеба войдемся. Все равно вот этот вот ментоловый привкус и аромат ощущаться там не будет. Надо просто остроты добавить и все. Перец так же, как вчера, дроблю довольно крупно. Пергамент, чеснок, перец. И сало только предварительно обсушить бумажным полотенцем. Это у меня копченое. В таком виде на сутки в холодильник. Затем либо сразу есть, либо хранить в морозильнике. Есть тогда, когда приготовите борщ. Это вареные луковые шелухи. Ему кроме чеснока и перца еще лавровый лист понадобится. Вот так. Но последний надо просто переложить в холодильник. Уже без фольги, конечно. И в другой пергамент, не такой мокрый, переложу. Видите, как оно выглядит. Чтобы все вкусы и ароматы в этих кусках сала равномерно распределились, нужно подождать хотя бы сутки. Хотя трое-пятеро суток – это гораздо лучший выбор. Ждем. Еще раз для точности. Вот эта желтоватая – это копченая. Красная – это в луковой шелухе вареная. А вот эта беленькая, соответственно, просто вареная. И потом с чесноком и перцем. Долгожданный момент пробы. Так. Три бутера. Сюда, конечно, по всем правилам нужно еще рюмаху налить. Но у нас утро, поэтому я не буду. Да, сало пролежало после окончания копчения. И все остальное тоже еще сутки в холодильнике. Вот это особенность вареного сала. Оно кусается элементарно. То есть нет вот этой тянучности. Копченая – классная. Если вы, в принципе, конечно, любите именно копченое сало. Оно имеет тонкий аромат копчения. Я не люблю коптить сильно. Для всего сала не сказал. Если все это сало вы храните в морозильнике, то все, ничего не убавить, не прибавить. Вы раете в морозилку, оно у вас хранится. По мере необходимости достаете, отрезаете, сколько надо, едите. Если храните в холодильнике, и оно не такое-то ледяное, то, на мой вкус, приятнее его еще дополнительно присыпать солью. Крупной. Потому что мелкая, она растворится от влаги и будет пересолена. А вот крупный, так, чтобы вот эти крупиночки попадались на зубах, не до конца их очищаете, когда срезаете. Вообще вот такое сочетание получается. Вот мне кажется, что вот такое вот сало из холодильника при температуре плюс два, плюс четыре, плюс пять градусов, оно приятнее с крупинками соли. Такой момент. Так, ну а теперь вареное в луковой шелухе. В луковой шелухе и, соответственно, с добавлением там лаврухи и прочего, вы помните, да? Ммм, здесь мясная прожилка еще большая. Я даже не могу сказать, какой из них мне больше нравится, но оно все прекрасно. Лавровый лист на месте и чесночок вот этот вот яркий, классный, просто суперский. Еще момент. Чем оно дольше лежит в холодильнике, дольше три, там, пять дней, тем оно ярче, вкуснее становится. Но если прожил их мясных много, то такое сало я больше недели в холодильнике бы не хранил. В морозилке, пожалуйста, никаких проблем с ним не будет. Так, ну и последнее, которое не коптилось, просто варилось и без всякой луковой шелухи. Ой, пахнет как чудесно. Ммм, и даже шкурка жуется элементарно, мягчайшая. Получить такую же, настолько же легко жующуюся шкурку на сале без варки крайне сложно. Это должна быть какая-то удача, это должен быть совсем нежный такой поросенок, какой-то особенной, видимо, породы. Потому что при обычном посоле, холодном посоле, шкурка все равно получается плотная. Есть любители такую тоже пожевать, но чаще всего ее все-таки срезают. А вот здесь шкурка мягкая, нежная, жуется элементарно. Сало кусается тоже, вы видите как. Короче, это обалденный способ получить прекрасное, мягкое, прекрасно жующееся сало даже из свинюхи не очень молодого возраста. Хотя, конечно, вкус у молодых свинюх гораздо лучше, чем у таких хорошо поживших. На этом с вами позвольте попрощаться. Я думаю, я сниму еще один цикл про сало, но уже без варки. Есть рецепты, которые мне дико нравятся. И именно те рецепты, которые мне нравятся, я вам покажу. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Не забудьте написать в описании, в комментариях под роликом, как вы солите сало. Поделитесь своими секретами. Огромное спасибо за компанию еще раз. Всем пока. Сальца.